Только совсем недавно говорил о том, что в Соединенных Штатах в округе Колумбия вышло выигрышное постановление миграционного суда 18578 о применении директивы, связанной с условно-досрочным освобождением. В общем, этот иск был против генерального прокурора, директора службы АИС, директора Департамента внутренней безопасности. Только прошло 3-4 дня, и уже это постановление суда работает. Мы провожали сразу же после того, как делали видео у парня из России. У нас он, кстати, есть на нашем канале. Вот, и он вышел на связь буквально позавчера и сказал мне, что семьи больше не разделяют. То есть, если раньше вы, допустим, идете мужа на двое детей и вышли, подавали на убежище, то мужа забирали в иммиграционный лагерь. Сейчас, в данный момент, такого разделения нет. Эта информация стопроцентная, она проверенная. Ну, во всяком случае, в том штате, где мы подавали, в том судебном округе, где подавали мы, на границе Мексико-США, там это работает. Вот, то есть, вот насколько мне нравится американская система права, только постановление вышло, только его фактически приняли, и сразу же это работает. То есть, прям сразу же это стало директивой для иммиграционных офицеров, для Департамента внутренней безопасности, других ребят, с которыми вы связываетесь, с которыми вы, грубо говоря, взаимодействуете на всем периоде прохождения границы через Мексику, получение убежища и так далее. Продолжение следует...